Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире телеканал ТДК-42, программа «Слово прокурору». Сегодня у нас в гостях руководитель учебного центра прокуратуры Западно-Казахстанской области Таримуратов Ханабил Муратович. Поговорим мы сегодня о цели положения и концепции правовой политики на 2010-2020 годы. Здравствуйте, Ханабил Муратович. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Итак, расскажите же нам о цели положения и концепции. Ну, реализация положения и концепции правовой политики на 2010-2020 годы позволит воплотить в жизнь основные идеи и принципы нашей Конституции. В контексте нового этапа строительства правового государства. Данная концепция определяет основные направления совершенства нашего законодательства РК. Является путеводителем для национальной правовой системы. На предстоящие десятилетия, как вам известно, основой для разработки соответствующих программ в области правовой политики. Также перспективных ежегодных планов, законопроектных работ правительства РК и проектов нормативно-правовых актов. В концепции предлагается продолжить работу по проведению нашего национального законодательства стандартом международного права. Здесь, говоря о развитии уголовно-процессуальной политики, необходимо отметить, что руководствуется здесь современными принципами, к которым концепция сейчас относит гуманизацию нашего законодательства, его практиковое применение, также демократизацию мер борьбы с преступностью, обеспечение законности и справедливости при применении закона, укрепление судебной власти, повышение авторитета и роли органов расследования, в том числе органов прокуратуры. В качестве основных направлений совершенствования уголовно-процессуального права концепции указаны, что это упрощение и повышение эффективности уголовного процесса, также упрощение порядка судебного, досудебного производства, законодательная регламентация доследственной проверки с определением ее пределов, создание условий для расширения примирения мер пресечения, альтернативных арестов, в том числе залога. Также предусматривается возможность расширения категории уголовных дел, по которым уголовное преследование и обвинение в суде осуществляется в частном порядке. Также постепенное расширение категории уголовных дел, которые рассматриваются судом с участием присяжных, и дальнейшее совершенствование механизмов представления квалифицированной помощи по уголовным делам. Расскажите, какие новшества предлагаются и уже реализованы на сегодняшний день концепции именно в сфере уголовного права? Ответьте на этот вопрос. В сфере уголовного права включают в себя принятие комплекса законодательных мер, направленных на продолжение курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни, а также декриминализации правонарушений, относящаясь к преступлениям небольшой тяжести, в том числе посредством перевода их в сферу административной и гражданской правовой ответственности, расширение применения имущественных санкций за отдельные виды экономических преступлений, также расширение применения наказаний, не связанных с лишением свободы, более широкое применение мер поощрительного характера при деятельном раскаянии лиц, совершивших преступления. Но в то же время жесткая политика будет впредь проводиться в отношении лиц, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, и также скрывающиеся от уголовного преследования. Ханабил Муратович, давайте более подробно остановимся на новеллах уголовного права. Концепция правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы, который был утвержден указом президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года. Здесь поставлена задача о разработке новых подходов в определении критериев классификации и категоризации уголовных правонарушений. Здесь, как вы все знаете, мы знаем, главой государства был подписан закон 3 июля 2014 года, то есть в прошлом году, о введении нового уголовного кодекса, который введен в действие с 1 января текущего года, 2015 года. И новый уголовный кодекс Республики Казахстан, он базируется на иной классификации, чем ранее действующий уголовный кодекс. То есть здесь преступления соответствующей категории и уголовные проступки, то есть две категории. Преступления от уголовного проступка, они отличаются по видам наказания. То есть за уголовные проступки предусматривается широкий спектр мягких видов наказания. В первую очередь это общественные и исправительные работы, а также минимальные сроки давности и отсутствия судимости. В разряд уголовных проступков перешли 45 статей Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. А также отдельные части статей, например, как преступление, вот раньше было 97-й КУАП, Кодекса об административных правонарушениях, кстати, это принуждение к участию или отказу от участия в завоступке. Сейчас статья 157-я Уголовного кодекса. К примеру, административные правонарушения, побои, вот такой вид, да, побои, они переведены в уголовные проступки и наказываются сейчас штрафом до 100 МРП, месячных расчетных показателей, или исправительными, или общественными работами, а также арестом до 45 суток. Или другой пример, например, уголовный проступок, также вот переведено в правонарушение, как мелкое хищение чужого имущества, совершенное в незначительном размере, и что для организации не превышает, если 10 МРП, а для граждан 2 МРП. А чем вот продиктован перевод административных правонарушений, да, в разряд уголовных проступков по новому Уголовному кодексу? Перевод административных правонарушений в разряд уголовных проступков, это в первую очередь продиктован тем, чтобы защитить права и обязанности граждан наших. Это главная цель. Привлекаемых к ответственности. То есть применить весь комплекс процессуальных гарантий, установленных на нашем отечественном законодательстве. Следует отметить, что переведенные в орбиту уголовного преследования административных правонарушений, они посягают на личность, на семью, права несовершеннолетних, здоровье, нравственность населения, безопасность, экологию, общественную безопасность, порядок, безопасность в сфере транспорта. Действующее административное производство, как правило, оно незамедлительно составлением протоколов, то есть направляло его к полномочным органам, то есть производство велось так. А практика показала, что ряд административных дел, по которым такой порядок невозможно соблюсти. Вот, например, к примеру, для установления вреда здоровью, причиненного ДТП, дорожным транспортным происшествием, нужно будет для привлечения к административной ответственности, нужно будет до составления протокола провести ряд экспертиз, судебно-медицинских и других. А для проведения данных экспертиз потребуется время. А по, например, какой вред установить, средний или тяжкий вред причинен участнику ДТП, дорожным транспортным происшествием, для производства, потерпевшему производству судебно-медицинской экспертизы, необходимо 21 день. То есть по истечении 21 дня выходит заключение данной экспертизы. В течение этого времени уголовно-процессуальный закон дает участникам возможность собирать доказательства. То есть это показания свидетелей, это истребование каких-либо других сведений и так далее. То есть этим продиктована защита, главная очередь, в первую очередь, это защита и применение прав участников уголовного процесса, своих гарантированных прав в этом производстве. То есть раньше, если в административном производстве сразу после совершения административного правонарушения составлялся протокол, постановление и направлялся в суд, и дальше происходило все это производство. А в новых условиях это уже до составления уже дается время, то есть время для собирания своих доказательств, своей доказательственной базы. В чем и преимущество, в чем и выгодность в отношении сторон. Претерпел ли изменение вот институт рецидива преступлений также вот по новому уголовному кодексу? Да, разумеется. Вот сейчас по новому УК, который действующему, который введен с 1 января текущего года, изменен институт рецидива преступлений. То есть с января этого года для признания рецидива будет учитываться только непогашенная и неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, без учета судимости за менее тяжкие. То есть исключено понятие особо тяжкий рецидив. Особо опасного рецидива, то есть. Здесь более того, исключены действующие права назначения наказания при рецидиве, при котором даже за кражу, например, раньше за кражу, в незначительных размерах суды были вынуждены назначить ранее судимым не менее 2-3 или 3-4 от верхнего предела лишения свободы. А сейчас уже данный институт претерпел большие изменения. Это, я считаю, более гуманизирован закон уголовный. То есть, я так понимаю, да, если преступность погашена и повторно человек совершил правонарушение, это рецидивом не считается? Да, да. Не погашено, не снятая судимая, это уже не считается несудимостью. Тогда еще один вопрос вам, Ханабил Муратович, связанный с новым уголовным кодексом. В нем какие новые главы появились? В новом уголовном кодексе появился новая глава, как медицинские правонарушения, уголовные правонарушения. Раньше, да, отдельной главы не было, в которую входят такие правонарушения, как неоказание помощи больному, разглашение врачебной тайны, ненадлежащее выполнение профессиональной обязанности медицинским или фармацевтическим работникам и так далее. Отдельной статьей в новом УК предусмотрено разъяснение некоторых понятий. Далее, новым, отдельной главой в новом уголовном кодексе выделены уголовные правонарушения в сфере информатизации и связей. То есть, в которую здесь предусмотрена ответственность по новому УК за несанкционированный доступ к компьютерной информации, ее незаконный перехват, модификация, уничтожение. Также распространение программ либо деструктивных материалов представляющих общественную опасность. Также есть новеллы, где преступление, вот расширена сфера применения преступлений, где применяется примирение. Это как бы гуманизация идет. Но в то же время есть преступления, которые не подлежат примирению. Это преступления коррупционного характера. То есть, коррупционное преступление, преступления, совершенные по неосторожности, которые повлекли смерть два и двух или более лиц. Также преступление связано с экстремистической и террористической деятельностью. Преступление, совершенное ОПГ, организационно-преступной группой. Вот данные преступления. То есть, таким лицам закон на встречу не идет, да? В целом, нужно отметить, что новый УК, Уголовный кодекс, он в сфере уголовной политики поставленной концепцией правовой политики на 2010-20-е годы, он выполняет свои принципы, то есть, свою задачу. Здесь остается только правильно применять их, и уже скоро пройдет полугодие, уже будут обозначены свои итоги, промежуточные итоги, как заработал наш новый УК. Кодекс. И вот, несколько слов про новую модель уголовного судопроизводства, тоже скажите. Да, уголовным кодексом здесь один из новшеств главных, да? Здесь исключение доследственной проверки, я бы отметил бы. Потому что ранее, ранее действующим Уголовным процессуальным кодексом у нас предусматривалась доследственная проверка. То есть, она, согласно Торму УПК, она проводилась с момента регистрации сообщения о преступлении до возбуждения уголовного дела. В этом промежутке у нас проводилась доследственная проверка. Они проводились там по, согласно требованиям УПК, согласно ведомственным инструкциям, месяц продлевались до двух и более. То есть, до возбуждения уголовного дела любой гражданин подвергся все происходило вот это производство доследственной проверки. То есть, его статус не был определен в этом промежутке производства. То есть, до возбуждения уголовного дела он бы как бы его опрашивали, после возбуждения его по тем же вопросам еще раз допрашивали. Здесь гарантированных точных прав не было, то есть, он не был не признан, не подозреваем, не обвиняем. То есть, вот эта доследственная проверка, она, вот эта форма, она изжила себя. Поэтому, по-новому УПК изменена вот эта досудебная стадия. Сейчас, по-новому УПК введено понятие досудебного расследования. Это означает, что начало, которое будет, связано с моментом регистрации заявления, сообщения о преступлении в ЕРДР, так называемый единый досудебный, единый арест досудебных расследований. и возможность проведения с указанного момента любых следственных действий. То есть, отменена доследственная проверка. Сейчас, любое вот это сообщение, оно регистрируется в ЕРДР, в едином реестре досудебных расследований, и с этого момента начинается расследование, то есть, начинается проводиться следственные действия. Вот эта предлагаемая модель, она обеспечит подозреваемую всех форм защиты, то есть, права обеспечения всех прав на защиту. Также осталось вот прежние виды, как дознание, виды, формы расследования дознания или предварительное расследование, но также вместе с ним добавилось такие формы, как ускоренное досудебное расследование, протокольная форма по уголовным проступкам, то есть, ранее я вам говорил, сейчас две формы, это преступление, правонарушение это преступление и правонарушение уголовное и уголовные проступки. Я вам указал разницу, разница, основная их разница это в наказаниях, применение наказания, то есть, более мягкий вид и более суровый вид. К тому же, в новом УПК также введено новое понятие, как разумные сроки. Раньше определенные категоричные сроки были у нас, вот, например, дознание один месяц, расследование два месяца, доследственная проверка месяц. Здесь, как бы, законодатель дает новое понятие, разумные сроки, то есть, оптимальные необходимые сроки. Здесь, эти сроки можно будет потом всем сторонам процесса его как бы обжаловать, то есть, каждому уголовному делу свой подход, например, если уголовное дело как бы незначительное или мелкое кража, все доказательства собраны, например, тогда к этому делу, например, орган уголовного преследования должен затратить менее времени, чем тому делу, которые сложные, которые требуют больше средств, больше следственных действий, то есть, экспертиз, проведение различного рода экспертиз и так далее. Также, здесь тоже новшество, как бы, у нас альтернативные меры применения меры пресечения аресту применяется. Здесь, я далее буду вам, если вопрос будет, я остановлюсь, но когда понятие есть процессуальная фигура у нас появилась, следственный судья, вот следственный судья при санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражу, он обязательно по-новому УПК должен рассмотреть вопрос о определении размера залога данному лицу, то есть, здесь, кроме за исключением дел об особо тяжких преступлениях, то есть, если человек имеет как бы материальный свой достаток, то есть, он должен здесь применить, судья должен применить, а он имеет право воспользоваться этим правом, то есть, место изменения, место пресечения в виде подстражи, он может изменить под залог, вот такие есть общества. А вот есть еще такое понятие процессуальный прокурор, вот не могли бы вы о нем рассказать. Процессуальный прокурор это новая фигура в нашем новом уголовно-процессуальном законе, это введен данный институт процессуального прокурора, инициатором данного общества является Генеральная прокуратура Республики Казахстан, оно было поддержано нашим законодательным органом, то есть, и введен данный уголовно-процессуальный кодекс. Я хочу оговориться, что кроме введения с 1 января текущего года уголовного кодекса, у нас введен новый уголовно-процессуальный кодекс, также введен новый кодекс об административных правонарушениях, их кодекс исполнительный кодекс, уголовно-исполнительный кодекс, четыре кодекса у нас введены с этого года. Здесь руководитель прокуратуры, он имеет право, то есть уполномочен назначить процессуального прокурора по конкретному уголовному делу, то есть процессуальный прокурор это лицо, которое ведет уголовное дело у нас. И он будет осуществлять надзор сначала до судебного расследования, то есть с регистрации, которую я обозначил в РДР, до окончания принятия окончательного процессуального решения. и будет сам поддерживать уголовное дело в суде. Государственное увенение будет поддерживать сам. То есть здесь УПК здесь разграничивает полномочия процессуального прокурора и руководителя прокуратуры. Здесь некоторые полномочия переданы процессуальному прокурору, то есть это отдельные виды санкционирования процессуальных действий, это дача указаний по конкретному уголовному делу органу уголовного преследования, это полностью иметь право рассмотреть, то есть истребовать дело, смотреть полностью, участвовать во всех следственных действиях по данному уголовному делу. То есть он ведет надзор, полностью надзор и расследование по уголовному делу конкретно. Здесь законодатель учитывает, что вот эта модель она будет в дальнейшем сокращать, например, раньше прокурор, например, надзирающий прокурор за уголовным делом, когда уголовное дело поступает в прокуратуру, он изучает уголовное дело, на это затрачивается время, да? после направления уголовного дела в суд участвующий уже, может быть, уже другой участвующий может быть прокурор в суде, он также в суде например, ознакомливается со всеми материалами данного уголовного дела, а здесь процессуальный прокурор он изначально ведет данный процесс, то есть с момента регистрации он полностью посвящен к этому уголовному делу, то есть он сам составляет обвинительный акт, сам направляет его в суд, сам участвует в суде, то есть он полностью знает это уголовное дело, и это сокращает, минимизирует время, время, и с другой стороны, он полностью знает данное уголовное дело, и будет влиять в суде на объективность расследования данного уголовного дела, понимаете, фактически профессиональный прокурор делегирует все полномочия по ведению по расследованию уголовного дела. Институт, он будет, мне кажется, повлиять на эффективность представительства и интересов государства в суде, то есть этим будет повышен авторитет к надзирающим прокурорам, то есть участвующим прокурорам, государственным обвинителям в суде нашего органа, то есть органов прокуратуры. Также здесь, к примеру, вот есть еще такие понятия, как заключение процессуального соглашения о сотрудничестве, признание вины, вот оно взято из примеров, вот из практики других государств, например, Грузии, США, можно говорить, что вот это, например, если обвиняемый хочет помочь следствию, то есть дальше раскрытию уголовного дела, он может прийти к согласию с органом уголовного преследования, о сотрудничестве, то есть дальнейшему раскрытию более тяжкого преступления в рамках данного уголовного дела. Вот еще есть такое понятие как правила Миранды, вот их тоже, пожалуйста, раскроете, что это? Здесь усовершенствован порядок задержания граждан по новому УПК, то есть предусмотрены нормы, регламентирующие основание кратковременного задержания. Здесь по аналогии американских правил Миранды, то есть введена норма, обязывающая при задержании устно объявлять задержанного права и его обязанностей. То есть с точностью до минуты сейчас будет исчисляться 72 часа общего срока пребывания лица в качестве подозреваемого, который будет в свое начало с момента его фактического задержания. То есть любое реальное ограничение его свободы, например, включая свободу передвижения или независимо от придания ему какого-либо процессуального статуса или выполнения их формальных процедур. Здесь при этом момент задержания человек устно должно объявляться по подозрению в совершении какого он правонарушения задерживается. Потом должно объявляться его права на приглашение адвоката, защитника. Далее право хранить молчание или то, что сказано им может быть применено и использовано против него в суде. И последний вопрос хочу вам задать. Что такое депонирование показаний? Вот данный понятие это новый вид следственного действия. То есть депонирование показаний это производство дистанционного допроса получается. то есть здесь путем видеосвязи до окончания производства по уголовному делу орган уголовного преследования или например процессуальный прокурор он может применить данный вид следственного действия. связано с тем что новый вид данного института депонирования предполагает допрос свидетеля или потерпевшего следственного судей на стадии досудебного расследования в случаях наличия оснований полагать что в дальнейшем не будет возможности его допросить. Как бы здесь имеется причинами или основаниями является например выезд за предел республики Казахстан данного свидетеля или потерпевшего или выезд за границу или тяжкое состояние здоровья которое не может передвигаться или другие обстоятельства которые может определить орган уголовного председания или суд. Хорошо спасибо Ханабил Муратович что сегодня пришли к нам в студию так подробно рассказали о цели положения концепции и о новом уголовном кодексе. К сожалению наше эфирное время подошло к концу я с вами прощаюсь дорогие телезрители всего доброго и до свидания КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...